Шесть дней трудись, делай в них все дела свои. А день же седьмый для христиан это день Святого Воскресения. Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа посвящи Господу. Приди в храм, помолись о Твоих живых, помолись о своих усопших. Вспомни о врагах своих, вспомни о друзьях своих и помяни их. Да бы помянул Господь всех тех, которых Ты знаешь, с кем Ты живешь и с кем трудишься. И правильно поступают те из Вас, которые не пропускают воскресное богослужение. Тем самым Вы получаете благословение на грядущую седмицу. И благодарите Господа. Это то, к чему Святая Церковь и призывает. А через благодарность человеку открывается удивительный дар веры. Не случайно в Евангелии мы с Вами слышали слова «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится Вам». И вот поиск человеческой души Бога и начинается с того, что Он сначала сделает какое-то доброе дело, потом посмотрит в небо и спросит, кто сотворил эту красоту. Он удивится прекрасному летнему ночному небу, усыпанному звездами и освещенными чудной луной. Он вслушается в пение птиц и удивится этому. Но если мы с Вами перенесем свой взор на Евангелие, то спросим себя, а чему удивлялся Христос? Христос не удивлялся ни небу, Он Его Творец, ни звездам, Он все сотворил. Он не удивлялся ни воде, ни морю, ни океану, ни тому, что в них. Христос удивлялся всего двум вещам. Он удивлялся вере людей и удивлялся их неверию. Когда Господь посещал Назарет и Галилею, то именно там, там, в Назарете, хотели сбросить Иисуса Христа сверху скалы. Даже сейчас паломникам показывают место, куда подвели фарисеи, иудеи Иисуса Христа, чтобы сбросить Его с кручи, потому что они не могли слышать Слово Христа, как мог проповедовать Тот, Которого они знали с детства. Ведь Назарет – это место, где Христос возрастал, будучи рожденным чудесным образом от Пречистой Девы Марии. И не удивляясь неверию их, Он проходит сквозь них, как бы не задевая их неверие, а лишь оставляя себя неверию таковых на погибель. И вот сегодня мы слышали еще один случай, когда Христос тоже удивился, но Он удивился вере сотника. Сотник – это был римский воин, в подчинении которого находилось 100 военнослужащих римской армии. Нужно сказать, что дисциплина в римской армии была строжайшей. И потому стать сотником – это быть примером этой дисциплины. И что мы видим? Этот римский сотник, имея власть, не только обратиться ко Христу через посланных к Нему, он мог послать любого подчиненного и попросить его, о чем он хотел. Больше того, сотник мог послать несколько воинов, чтобы арестовали Иисуса и привели его, как Пилат сделал. Он приходит к Иисусу сам. И проявляет через это удивительное христианское смирение. Тот язычник, который не знал Христа, не знал Бога, проявляет христианское смирение. Он сам приходит к Иисусу. И просит. Давайте обратим внимание, что просит этот сотник. Он просит не о себе, не о своих родных, не о брате, не о своей маме или папе в Риме заболевших. Он просит о своем рабе. Сотник просит, чтобы Христос пришел и исцелил его раба, потому что он тяжко страдает. Он видит недуги этого несчастного раба своего и за него очень переживает. Нужно сказать, что по тому времени раб вообще не считался за человека. Его называли одушевленной вещью хозяина. То есть это был одушевленный предмет, который должен был только работать. И никакого человеческого снисхождения, смирения, а тем более любви в то время к рабам никоим образом не воспитывалось. Но тем не менее сотник проявляет совершенно обратное. Он о рабе своим не только переживает. Он просит Иисуса Христа, зная о том, что сам Спаситель идет и совершает удивительные, сверхъестественные чудеса. Он просит, чтобы Христос пришел и исцелил его раба. Он сам приходит, он опускается на колени перед Христом, сотник, в подчинении которого сто римских легионеров. И просит. И услышав от Христа, что он придет и исцелит отрока его, вдруг говорит Христу, Господи, я не достоин, чтобы Ты пришел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелеет отрока тот. И вот тогда Христос, мы слышим эти слова в Евангелии, удивился, веря сотнику, и сказал ему, иди, и как Ты веровал, да будет Тебе. И исцелел отрока тот раб от того часа. Этими словами заканчивается сегодня евангельское благовестие. Давайте вдумаемся в происшедшее сегодня нам открытое, еще раз озвученное за Божественной Литургией. Христос удивляется неверию и девица вере. Давайте сделаем так, чтобы Он никогда, вы слышите, чтобы Он никогда не удивился нашему неверию. Давайте сделаем так, чтобы Христос удивился нашей вере. А что для этого нужно сделать? Первое. Для этого нужно просто приобрести смирение. Смирение, которое проявил сотник. Он был наделенный властью, человек, но он смирился и пришел ко Христу. И на нем исполнилось слово самого Спасителя. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И эту благодать, исцеление отрока и радость от полученного дара Христова утешило сердце этого человеколюбивого воина. следующее, что необходимо для того, чтобы приобрести эти дары Божии, нам нужна вера. Вера в то, что Христос действительно всемогущий Бог, что Он воплотившийся Бог, пришедший в этот мир ради нас и ради нашего спасения. И верою в воскресение Иисуса Христа мы должны с вами согревать всякую нашу скорбь, всякую печаль, всякую утрату. Стоит человеку потерять близкого или вспомнить о потерянном друге, или о погибшем солдате. Но если он тут же вспомнит о воскресении Христа, то сердце его утешится надеждой, потому что он вспомнит о победителе смерти. И душа этого близкого человека, для этого верующего человека уже не мертва. Она только переходит в загробный мир, там, где уже нет болезней, печали и воздыханий. Но жизнь бесконечная, и это помогает человеку идти, жить, творить и трудиться дальше на своем жизненном пути. Вера в воскресение из мертвых помогает нам жить. И наоборот, отсутствие этой веры лишает человека и смысла. И его предназначение на земле. И последнее. Что для этого нужно, чтобы приобрести смирение и такую веру? Нужна любовь. Любовь к Богу и к ближним. Христос дает нам этот ключ и говорит, что кроме этого ключа дверь в Царствие Божие никак не творится. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя. И вот сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, были свидетелями той искренней любви сотника, не знавшего Христа, не знавшего заповедей Божьих, на своем личном примере показавшего нам, как и нам нужно заботиться о нуждах наших ближних. Нужно сострадать, нужно смиряться перед Богом всемогущим, нужно чаще просить Его, чаще обращаться к Нему с молитвой и не стесняться ни перед людьми, ни перед сильными мира сего исповедовать Иисуса Христа Господа победившим смерть. И, конечно, верить. Верить в то, что Христос придет еще раз и всем беззаконникам воздаст. Никакое грешное дело не останется без наказания и никакое доброе дело не останется без воздаяния Богом в вечной жизни. И уже здесь оно награждается милостью. А то, что оно награждается радостью и упованием и исполнением надежды, снова свидетельствует нам сотник. Он уже здесь поверил. И кто-то говорит, вот я хочу здесь, я хочу пережить еще в этой жизни результаты моей веры. А не только там, когда я уже умру, обещают мне Царство Небесное. Уже здесь, на себе, почувствовал сотник, насколько вера помогает ему. И Христос ему сказал, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И уже здесь, вы слышите, в этой земной жизни, он пошел, а его бедный слуга, о котором так переживал, сотник, выздоровел. Это говорит еще раз нам о том, что наши молитвы в храме никогда не бывают напрасны. Запомните, вот стою, вроде бы не понимаю, просто молюсь, а поможет ли Бог? Не поможет. А если стою и молюсь, и прошу у Господа, как сотник, Господи, я не достоин, чтобы ты в дом ко мне пришел, я пришел в твой дом по слову твоему и дальше перечисляйте родных, близких, нужды свои. Помоги мне, Господи, помоги моему неверию, помоги моему сомнению, Господи, я знаю, что ты есть, что ты живой. И не жди ответа, не жди сиюминутного исполнения. Господь хочет исправления твоей жизни. И если ты не сразу получил то, о чем просил, знай, что в тебе есть еще неисправное, что обязательно нужно исправить, потому еще приходи, снова проси, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. И вот когда ты уже душою своей сочетаешься со Христом, когда ты исповедаешь грехи свои, когда ты причастишься к самого Христа в Таинстве Евхаристии, ты почувствуешь, как близко к тебе Христос и услышишь в сердце своем те удивительные слова, которые услышал сотник. А вот теперь иди, и твоя вера спасла тебя. Я желаю всем вам вот такой веры сотника, его смирения, его любви к Богу, к Богу, которого он не знал, к Богу, которого не ведал, к Богу, о Котором просто слышал, что он творит чудеса, и он может помочь нуждающимся. А мы-то с вами знаем, что Христос истинный Бог, что он не просто распят, он воскрес и победил смерть, значит, веруя в него, спасемся мы и те, о ком мы с вами просим в наших молитвах. Я поздравляю всех вас, дорогие, с этим удивительным праздником воскресения, Господь. Не забывайте, что каждый воскресный день это Пасха. Можно ли остаться на Пасху дома, христианинам? Вот точно так. Никогда не оставайтесь дома на Пасху в воскресный день, где бы вы ни оказались. Молитесь Господу и просите Его, чтобы Господь каждому из нас дал эти удивительные дары, смирение, веру и любовь. Вот тогда мы действительно на себе ощутим всю радость нашего с вами святого православия. Субтитры создавал DimaTorzok